Полной отмены пошлин на импорт канадских автомобилей с августа этого года не будет. Это следует из текста соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой. Ставка будет снижаться постепенно на протяжении 7 лет. Так сколько же теперь будет стоить импорт канадских машин? Разбирались наши корреспонденты. Ранее пошлина на канадские автомобили составляла 10%. С 1 августа она снижается до 6%, а не сразу до нуля, как успели заявить многие эксперты. Ноля ставка достигнет лишь в 2024, снижаясь постепенно. Правила будут распространяться на новые авто объемом от 2,2 до 3 литров или же БУ любого литража, но обязательно стандарта Евро-5. Главное, автомобиль должен быть произведен в Канаде, а где куплен, там же или, к примеру, в Германии или Польше, неважно. Сейчас машины в стране кленового листа производят 6 крупных концернов, в том числе Toyota, Honda и Ford. Однако модельный ряд ограничен авто большого литража из известных украинцам Toyota RAV4, Corolla, Honda, CR-V и Civic. Однако даже со сниженной пошлиной цена вряд ли окажется ниже, чем на авто из Европы, которое уже второй год завозят по льготным правилам. К примеру, японская БУ Toyota RAV4 2013 года стоит на европейских рынках в среднем около 17 тысяч евро. С растаможкой, пригнанной из Германии, она обойдется в 23 тысячи. Такой же автомобиль, но канадского производства обойдется всего на 663 евро дешевле. Однако в Европе канадских машин практически нет. Стоит учитывать, что доставка машины через океан будет значительно дороже сэкономленных на пошлине денег. А следовательно, такая покупка будет выгодна лишь в 2024 году, когда пошлина обнулится.